И первые этажи с отдельным входом, и офисные центры, и площади в торговых залах, и даже склады. В Самару возвращается спрос на аренду коммерческой недвижимости. По данным аналитического агентства, за второй квартал этого года интерес со стороны арендаторов вырос на 24%. Изменилась и география спроса. В период пандемии очень многие компании пересмотрели свои отношения к количеству и качеству офисных помещений. Пустеет постепенно исторический центр города. Поэтому традиционно мы видим миграцию оттуда, в Ленинский, в Октябрьский, в железнодорожные районы. Так малый и средний бизнес готов пожертвовать квадратными метрами в пользу местоположения. В приоритете помещения первой и второй линии, с большим трафиком и удобными транспортными развязками. Основной сегмент, который нас просит, это именно торговые помещения первые этажи. Первые этажи и с отдельными входами, небольшой площадью, примерно от 25 квадратных метров до 50. Это пиковый спрос, тот, который потенциально нужен под любой вид деятельности. Бизнес покрупнее интересует помещение площадью уже от 50 до 150 квадратных метров. Зачастую там открываются новые представительства компаний и ремонт они делают под себя. Якорные же арендаторы, в особенности ритейлеры, свою занимаемую площадь от 150 квадратов не желали терять даже в пандемии. Поэтому ажиотажного спроса в этом сегменте не наблюдается. По районам разница есть. Если мы будем брать старый город, ну, наверное, за квадратный метр будет 2,5 тысячи. Если мы берем место, где мы сейчас находимся, Гагарина Победа, ну, 900 тысяч рублей за квадратный метр. Если мы хотим еще дешевле, ну, надо, наверное, в Волгарь отправиться. Там, может быть, будет 700-800 рублей за квадратный метр. Еще одно влияние пандемии на арендный рынок – рост спроса на площади свободного назначения, который отличается от других объектов своей гибкостью и многофункциональностью. Зачастую в помещениях такого формата можно найти пункты выдачи заказов, салоны красоты или склады сервисов быстрой доставки еды. Ольга Хомракулова, Григорий Плешаков. События.